Приветствую вас, мои дорогие друзья! А снова с вами Евгения, второй сайт mag-expert.org, как обычно. Ну и как обычно будем смотреть очередную карту Бадзы. На сегодня у нас разбор карты Елены Блиновской. Давно хотела посмотреть эту дамочку, но что-то как-то до неё руки не доходили. Честно говоря, для себя я её карту открывала. Но ещё после её вот этого интервью Собчак, у меня о ней сразу сложилось мнение, что она ещё та разводила. А когда увидела в её карте вот это ранение чиновника седьмой убийца, ну кто кроме вот такого товарища мог сказать Собчак, я тебе сейчас плюну в рожу? Ну только вот обладательница именно вот таких божеств в своей карте. На самом деле первый раз я её увидела в каком-то видео с Кариной Нигай, где они там вот рассматривали её гардероб, и сколько там у неё этих сумок бирки. Ну нифига себе, вот это да! И думала я ещё тогда, какая умная женщина знает, во что нужно денежки вкладывать. Сумки бирки. Да, это хорошая инвестиция. А когда узнала, на чём она эти бабки подымает, подумала, ну ты смотри, какая молодец! Ну разводила однозначно! Ну конечно же, друзья мои, ну о чём может идти речь? Вся вот эта шняга с позитивным мышлением, это конечно классно, супер, зашибись просто. Ну это просто лапша более высокого качества. Вот понимаете, в чём фишка? Потому что если человек заходит в неудачные какие-то такты, если его карта какая-то, ну не самая благополучная в мире, то ты хоть обжелайся, ты хоть, я не знаю, миллион этих шариков в воздух запусти, ты хоть мысли абсолютно оптимистична, ну да, в какой-то степени это может быть и поможет, ну не так, чтобы очень, давайте не будем питать иллюзии, окей? Я всех предупредила уже давно в своих видео, что я циничная достаточно особо, я не живу в мире розовых единорогов и радужных паней. Розовых очочков не ношу, они имеют склонность разбиваться стёклами вовнутрь, это бывает больно. Поэтому людей, которые вот обещают вам просто сказочные сказки, считаю либо мошенниками, да, ну либо просто немножко невменяемыми. Давайте посмотрим, из какой категории наша сегодняшняя героиня. Значит так, как всегда, плясать будем от господина дня, у нас здесь инское дерево. Угу, как я обычно говорю про инское дерево, мягко стелят, да, только потом жёстко спать придётся. Очень гибкие, очень дипломатичные люди, люди, которые способны вас так обаять, присыпить всю вашу бдительность и так охомутать, так охомутать, что вы сами даже не заметите. А когда очнётесь, поздно будет. Правильно. Ведь что такое инское дерево? Это по сути, вообще это верёвки, если что, но по сути это вот такая лиана, цветок-паразит, если что, который вот так вокруг ствола вьётся другого растения и все соки из него выжимает. Все бадзеисты говорят о том, что самая главная характеристика инского дерева – это хитрость. Угу, хорошо. Начало уже интересное, интригующее. Да, вот деревяшки наши, что вообще из себя представляют? Они уникальные, они особенные по сравнению со всеми остальными господинами дня, потому что если у всех остальных только по две земные ветви, которые отвечают за денюжку, у деревяшек их целых четыре. Так что деньги этих людей очень любят и просто к ним притягиваются как к магниту. Это не обязательно, что деревянные господины дня будут самыми богатыми людьми в мире. Нет, ну они будут работать в тех сферах, где вертятся большие бабки. Либо будут ими владеть сами, в зависимости от силы господина дня. Либо будут на кассе эти деньги подсчитывать, в банке работать, например. Ну или в каких-нибудь других финансовых учреждениях. Не суть. Бухгалтеры очень часто как раз таки инское дерево. Янское дерево тоже очень часто наблюдаю на практике. А у нас еще и в году, вы посмотрите, что стоит. Золотой петушок! Золотой же петушок у нас здесь. Инский металл на петухе. Ну как у принцессы. А ее, по-моему, так и называют королева марафонов желаний или что-то типа того. Ну, если честно, я не сильно интересовалась ее регалиями. Ну, что-то такое слышала, да. Но я забегаю немножко наперед. До этого золотого петушка мы еще дойдем. А пока давайте посмотрим, а что сидит под господином дня. А здесь свинья. Красивый столб. Это как кувшинка на воде. Или как чайная какая-нибудь такая розочка с каплями росы. Ну, красиво, красиво, да. Согласна. Но что такое свинья? Ну, кроме того, что это инская вода. А это у нас иероклиф, который отвечает за семью. И да, девушка у нас семейная. Замужняя. Детишек там, по-моему, четверо. Если ошибаюсь, поправьте. Опять же, не шибко я этим делом интересовалась, сколько там у нее отпрысков. Знаю, что много. Конкретные цифры меня не волновали на данном этапе моего интереса к этой женщине. От брака она, конечно, ждет абсолютной поддержки. Чтобы супруг всячески отдавал ей все свои ресурсы. Холил, любил и лелеял, так сказать. Но давайте посмотрим, а какая фаза? А фаза смерть. Опаньки, вот это поворот. И что-то с этим семейным счастьем у нее не то. Все может быть вовсе не так, как она демонстрировала. Вовсе не так, как хотела показать. И мы никогда с вами не узнаем, что там у них творилось за закрытой дверью. Но главное, что эта фаза смерть во-первых, для здоровья не очень хороша, а во-вторых, для брака. Такой брак ненадежен. Вот что-то с ним может случиться. Особенно, если рядышком есть какие-нибудь разрушители, ну, то есть какие-то столкновения, ну, или какие-нибудь наказания, или что-нибудь еще в этом духе. Я не знаю точно ее часа рождения, но так вот в интернетике пошерстила, вроде как около 22 часов. Ну, с 21 часа до 23.00 у нас час свиньи. Я использую только классические двухчасовки. Все вот эти инсинуации с резиновым, солнечным временем считаю просто маркетинговой лапшой, которую частенчика втюхивают китайцы в свои курсы. Ну, чтобы больше курсов продать. Ну, сначала про классические расскажут, а потом, а вы знаете, что есть еще и вот такие. А есть еще не только вот такие, а еще и вот такие. И это все три отдельных курса. Понимаете, в чем фишечка? Ну, так вот. Тут же надо сечь все эти моментики и отсеивать зерна от плевен. Моя практика показывает, что работают четко классические двухчасочки. Значит, у нас здесь в часе у нее инский огонь, дух удовольствия, а? марафон и желаний. А кто может, собственно говоря, продвигать, как не дух удовольствия? Конечно же, дух удовольствия. И опять же, на свинье семейные ценности, вот это все, дети, дети, много детишек. Потому что, ну, что такое инский огонь на свинье? Ну, джага-джага, конечно же, да, она. Но такая вот там, все же такие противоборствующие здесь стихи находятся в одном столпе. Для деторождения просто то, что доктор прописал и огонь, и вода необходима для зачатия, вынашивания и рождения детишек. Но дело в том, что инский огонь на свинье это раскол семьи, это кактус между кроватями. К тому же, свинья и свинья это самонаказание. Да, так что в один прекрасный в кавычках момент эта женщина может лишиться своей семьи, которую она искренне любит, потому что там же все-таки дух удовольствия и детей она своих обожает. Потому что у нас как раз-таки столб часа отвечает за детей, а также за желание от человека. И вы понимаете, да, почему я говорю, что только дух удовольствия мог вот эту страсть к исполнению желаний давать этой даме. И да, именно рождение детей приведет ее к тому, что она потеряет свое семейство. И сама себя накажет. Сама виновата. Вот так. Своим неверным, неправильным поведением. Но вернемся к столпу дня. Я отвлекаюсь все время. Давайте по звездочке посмотрим. А что? По звездам? Благородной госпечати. То есть эта женщина, как мы видим, популярна, да, известна. Известна. Получатель. Фартовая. Да. Ну, она-то, конечно, могла про исполнение желаний рассказывать. Потому что вот она загадала и оно исполнилось. Да потому что у нее звезды такие стоят. Чего не скажешь о множестве других карт, у которых нет всех этих звезд. И они могут эти желания загадывать, 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 загадывать. Обгадаться только могут. Обгадиться, точнее. Но не исполнить свое желание. Понимаете? Тужиться, тужиться и да. А вот у нее, пожалуйста, по щелчку пальцев расплюнуть. Купание. Привлекательная женщина. Да. Может быть, и не красавица, если умыть. Но привлекательная, обаятельная, умеет, нравится. Окей. Почтовая лошадь. Любящая путешествовать, наверное. Где-нибудь так кататься. Красиво. Но еще путешествующая лошадь это про машины. Машины, наверняка, тоже она любила красивые, классные. А что еще путешествующая лошадь? Ну, какие-то перемены в жизни, неожиданные вот такие повороты. А еще? А по этапу? Может почтовая лошадь отправить? Ну, Да расплюнуть. Расплюнуть. И мы уже на нашем канале с вами давно наблюдаем именно такое проявление почтовой лошади. Шар разделения углом. Опаньки. Ха-ха-ха. А это же изоляция от общества. Так-так-так. Кровавый клинок. Ну, такая опасненькая звездочка. Малоприятная. Если честно, похоронные двери. Это вообще нехорошо. То есть, вступая в брак, ну, как бы женщина открывает ящик Пандоры. а рожая детей приводит себя к самонаказанию. Но тут же не только про детей речь идёт, и ещё про вот эти марафоны желаний. Дух удовольствия же в часе. И это тоже самонаказание. В общем, вот эта деятельность её до добра не довела. Как мы посмотрим. Десять духов таланта. Талантливая. Да. Ну, ещё бы так красиво разводить столько народу. Это надо иметь талант. Я думаю, этот, как его, Остабендер просто очень нервно курит в сторонке. Думаю, что такое вообще? Что происходит? Да. Благородное счастье. Ну, тоже хорошо, конечно. Побыла счастливой? Будет себя. Так. Теперь давайте посмотрим месяц. Здесь у нас ранение чиновника. Месяц у нас за что отвечает? Он очень многофункциональный товарищ у нас и за много чего отвечает. Во-первых, за родительскую семью. Да. Папы, мамы, сёстры, братья, там какие-то ещё близкие родственники, туда-сюда, дяди, тёти там. Могут и бабушки, и дедушки здесь тоже отражаться. В общем, дофига народу. Но также это могут быть какие-то друзья, коллеги, сотрудники по работе. Мужья тут могут иногда тоже проскакивать в этом столпе. А ещё начальство. Да, начальство. Ну, вот те люди, которые выше по статусу, по положению, по возрасту. А что мы здесь наблюдаем? Ранение чиновника? Угу. То есть уважения к старшим у нас нет. Они ей говорят, так, детка, надо делать вот так. А она, хм, баба-яга против, а тут ещё и обезьяна, руки в боке, да? Нет, 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 вот вы говорите, что это чёрное, а оно вовсе не чёрное, оно белое. Все идут налево, а она идёт направо. И она и она аж, конечно, умнее всех. Кроме того, вот это ранение чиновника, это ещё и бунтарский дух такой, революционный немножко, оппозиционный и так далее. И в плане личной жизни ещё может обозначать женщину, которая не ждёт, когда её кто-нибудь захомутает. Она сама хомутает. Ещё как. Да. Ну, как я обычно говорю, в таких случаях иди сюда, мой сладкий сахар. Мама сейчас будет тебя любить. Ну, вот. Также ранение чиновника это самовыражение, причём самовыражение очень яркое, экспрессивное, эффектное, с эпатажем, с антуражем, всё как положено. И красноречивая же женщина какая, вы только гляньте. И янский это огонь, как и инский это красный рот. Ну, красноречие. Говорить она действительно умеет. Но ещё, конечно, самовыражение в женской карте это дети. Как мы видим, янский огонь здесь сидит на обезьяне. А я уже сказала, что обезьяна это такая вот руки в боки. Дескать, знаете, мне вот это ранение чиновника на обезьяне напомнило ещё и с вот этим красным ртом вот эту вот историю про анекдот про украинскую жену, которая вышла замуж за грузина. И грузин ей говорит, значит, так же на случай меня внимательно. Когда я прихожу домой и мой кепи смотрит влево, значит, у меня хорошее настроение и ты можешь просить у меня всё, что хочешь, я всё сделаю. А если я пришёл домой и у меня кепи в правую сторону, ой, не трогай меня. Ну, пожалуйста, не трогай, хорошо. А она ему и отвечает, значит, так, дорогой мой супруг, когда ты приходишь домой и видишь, что у меня руки вот так и показывает в боке, а в одной руке ещё искалка, это значит, что мне плевать, в какую сторону смотрит твоя кепи. Ты меня понял вообще? Ну, вот, это вот такая жена у нас здесь изображена. классная девка. Мне она нравится, в кавычках. Так, мне не нравится просто то, чем она занималась, а так вообще интересная женщина. Ну, обезьяна же у нас не только вот руки в уборке изображает. Обезьяна это, в принципе, устойчивость к монотонии. Это вот когда человек может повторять одни и те же действия и не уставать от этого. То есть, один марафон, второй, и каждый раз одно и то же, каждый раз одно и то же. И вот человек не устает. А у нее, я так понимаю, еще это выражалось в какой-то определенной мании, она все время получала какое-то образование. У нее там куча этих дипломов, каких-то корочек непонятных. Все время женщина как-то училась, 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 ей не надоедало. Ну, вот, обезьяна этому очень способствует. Но, есть проблемоз. Обезьяна здесь в пустоте. В общем, с карьерой что-то может пойти не так на определенном этапе жизни. А я не сказала, да, что столб месяца еще за карьеру, за профессию, собственно говоря, частенько отвечает. Помимо всего того, что я перечислила. Значит, где-то вот на каком-то этапе ее карьера может сломаться, ну, уйти в пустоту. Все же она же, все, что было сделано, коту под хвост. То же самое относится к супругу, потому что здесь у нас еще и дворец супруга находится. В столпе дня дворец брака, в столпе месяца дворец супруга. Так что вот. А если учитывать это как дворец родителей, то вот как-то да, и с родителями что-то может пойти не так. Ну, то есть какое-то отчуждение от родителей может случиться. Но я замечаю еще то, что пустота в этом столпе может указывать на то, что человек может не дожить до того возраста, когда может вступить в наследство, переданное ему родителями. Или может умереть раньше своих родителей. Другими словами. Также может в принципе не получить наследство, ну, просто потому, что потому. А оно может быть человеку и не нужно вовсе. У нее своих денег дофига. Вот. И наследство может отойти к какому-нибудь брату, сестре и так далее, если таковые имеются. Давайте посмотрим фазы здесь. Ну, зачатие болезней. Слабоватые. Очень слабоватые здесь фазы. Для рождения детей. Вот как зачать ребенка, так это вот впереди планеты все, я аж набегу. как начать какой-нибудь проект тоже. Тоже впереди планеты. Ну, вот закончить, довести до ума, сделать конфетку, вот тут могут быть проблемки. Да. Ну, и вот эти фазы в столпе, отвечающем за карьеру, тоже как бы не есть год. Ну, давайте на звезды глянем. Благородный человек. О! Ну, девочка моя, Елена, ты блиновская. Ну, зачем же ж ты косячила, если у тебя благородный человек в карте есть? Они ж там все записывают, все твои факапы. Блин. И когда придут определенные, скажем так, периоды удачи или неудачи, ой, по шапке можно получить. Потому что благородный он такой. да, он может и награду выдавать, и желание исполнять, конечно же, определенные. Но когда придет время, придется за это все расплатиться. Небесный чиновник. Ага, свыше там тоже присматриваются. Угу. Небесный управитель удачи. Ну, девушка фартовая. Да. Ну, и понятно, да, вот с такими-то благородными, почему она втюхивала исполнение желаний. Потому что у нее-то это все легко получалось. Но это же не значит, что так же легко будет получаться у других. И вот в этом и есть элемент мошенничества. Ну, человек может искренне верить в то, что раз у нее получилось, значит и у других должно. Раз у меня работает, значит и у других должно. Но это иллюзия. Жизнь немножечко сложнее устроена. Да, все не так просто. Летящий нож. Мы тут еще наблюдаем. Там кровавый клинок был у нас. Здесь летящий нож. Опасненько. Демон грабежа. Можно потерять все, что нажито было. Непосильным трудом. Да, да, да. Два портсигара серебряных. Три куртки замшивы. Все сумки бирки. Печалька. Демон уничтожения. Ну, да, в один прекрасный в кавычках момент. Все может пойти коту под хвост. И все это вот с пустотой. Да, и с низкими фазами. Да, просто шикарно. Добродетель удачи. Ну, фартовая девушка, да. Ну, до поры до времени. Ясен петь. Небесный доктор. Так, так, так. Ну, небесный доктор очень часто указывает на то, что вот человеку по жизни приходится иметь дело с врачами, либо у человека есть дар медицинский. Ну, то есть, мог бы быть хорошим врачом, например. Так. Звезда банкротства. Опа. Вот смотрите, как красиво все выстраивается и это все с карьерой связано. Вы понимаете, в чем дело? Демон грабежа с летящим ножом. Это ж кошелек или жизнь. Гопстоп типичный. Демон уничтожения. То есть, если кошелек не отдашь, лишим жизни. И звезда банкротства. Отдать приходится все. Вот все, вот все, что нажито было. Так. И тут еще указано тайное слияние в этом в этом в этом калькуляторе. Ну, честно говоря, с тайным слиянием в этом калькуляторе я не подружилась. Я не знаю, что здесь имеется в виду. Так. Теперь посмотрим на год. А здесь у нас седьмой убийца на первом месте. Ой, ну я всегда говорю, что мне нравятся люди с седьмым убийцей на первом месте, потому что я сама такая же. Это люди дерзкие. Это люди амбициозные. Да. И вот теперь соедините вот этот бунтарский дух и седьмого убийцу. Вот и получится. Сейчас тебе плюну в ружу. Ксения Собчак. Ну, вот вот оно. Ну, я бы так сказала, что девушка довольно хабалистая, да, вот с таким соединением. То есть может постоять за себя. Причем в такой достаточно грубой манере. И наверняка матершинщица еще та. Потому что у нас же здесь красноречие и плюс седьмой убийца, да. Да, это про мат в обычной речи у человека. То есть женщина, скорее всего, матом разговаривала. Не знаю, лично с ней близко, не знакома. Это просто мои какие-то предположения. У нее же еще это ранение чиновника в столпе месяца стоит. А это уважение к старшим. Ну, понятно, да? Откуда вот этот мат? Это вот как просто вызов власти, да? А вот на тебе. А вот вам получи фашист-гранату. Интересная женщина. Интересная. Ну, я думаю, мы бы с ней подружились бы, если бы она не была мошенницей. Так, седьмой убийца здесь у нас в инском металле. Вообще, когда очень много металла в карте, это признак депрессивности. То есть девушка, конечно, может там как-то всячески демонстрировать как она счастлива, как у нее все зашибись, классно, здорово, иметь хорошее чувство юмора. А, кстати говоря, седьмой убийца отвечает за чувство юмора, да, в том числе. Не только он, но в том числе. И все у нее в жизни как у кошечки, но почему-то какая-то легкая меланхолия может нападать, грустинку поймала какую-то, депресснячок периодически, который, конечно, очень хочется полечить чем-нибудь горячительным, потому что у нас тут все на петухе, а петух-то у нас это бутылка. Бутылка, кстати, не обязательно обозначает, что человек склонен к алкоголизму или что-то такое, но иногда да, особенно с духом удовольствия, если он есть в карте, а у нее есть в часе. Все может быть. Думаю, бутылочку или ящичек шампусика дорогусика могла хряпнуть с подружками, утопив эту грусть, печаль в бокальчике игристого. Сам инский металл, это же у нас драгоценный металл. золото, серебро, платина, бриллианты тоже, как я погляжу, потому что, ну, мы уже с вами карты принцесс рассматривали, у них, у многих этот золотой петушок и инский металл фигурирует. Что характерно, петух-то у нее в пустоте, а это у нас столб года, социум. То есть, получается, что человек может быть отчужден от социума и от своей профессии, судя по тому, что вот эти дворцы у нее в пустоте находятся. Либо человеку нужно было уезжать из ее страны. Не нужно было оставаться на родине с этой пустотой. Еще характерно, еще смотрите-ка, вот она вся такая семейная-семейная, но муж-то у нее в пустоте в виде янского металла, в виде обезьяны. Только один седьмой убийца фигурирует на первом месте. А это любовник. Значит, могло быть так. Для всех картинка я такая вся семейная, правильно. У меня муж, дети. но когда видела какого-нибудь интересного мужчинчика, в ней включалось это ранение чиновника, иди сюда, мой сладкий сахар, мама будет тебя любить. А? Наверное. Но свечку не держала, если что. Не знаю. Возможно, седьмой убийца здесь олицетворяет просто какую-то не очень правильную власть или превышение власти. Либо определенные органы власти седьмой убийца обозначает. И обычно это не простая полиция, военные, а спецслужбы. Сейчас вам такую историю расскажу. Из личного, так сказать. как-то мне один мой знакомый зарядил такую фразу, что, дескать, если ты такая умная, то почему такая бедная? На что я ему так и ответила. Я такая бедная именно потому, что умная. Потому что когда ты становишься богатым, ты становишься слишком заметным. И не только для бандитов, которые обязательно захотят тебя немножко потрясти, как грушу, но еще и для всяких разных органов власти. А поскольку у меня были определенные знакомства и связи в этой жизни, я знаю, как это все работает, как отжимается бизнес. Да. Так вот, умные люди не светят своими деньгами никогда. Иначе попадают на крючок. Вот, чем больше денег становится, тем выше шансы попасть на крючок к кому? Правильно, к спецслужбам. Там на тебя соберут компромат. Если ты сам такой честный и правильный, ну, помогут исправить положение и поиметь на тебя компромат. и дальше ты всю жизнь на крючке и ты марионеткой делаешь то, что тебе скажут и отдаешь столько, сколько скажут. Иначе что правильно, тюрьма? Это, знаете, еще в лучшем случае. А так вообще, да, лесок, где тебя просто закопают. Так что, когда мы видим вот такое понятное дело, что рано или поздно седьмой убийца с ножичком перочиным придет и скажет кошелек или жизнь Леночка? И она, конечно, скажет кошелек, кошелек, заберите все, только жизнь мне, пожалуйста, сохраните, у меня четверо детей. Ну, кого это волнует? Хорошо, отдавай все, а мы там дальше будем посмотреть, что с тобой делать. Курочка, ты несущая золотые яйца, может, еще пригодишься когда-нибудь. Ну, вот. А здесь этой власти у нее очень много в карте, хоть она там и в пустоте, но вы же понимаете, что такое органы спецслужбы в пустоте. Да-да, это очень опасно. И еще такой момент, когда в женской карте есть ресурс и есть власть, это отлично, да, это значит, что женщина может себе позволить крутых мужиков, и эти мужики, в принципе, для нее будут много чего делать, и для нее много чего решать. Но когда у женщины слишком много власти, ей нельзя вот это вот, понимаете ли, быть только с одним мужем. Либо вот, любовничек, иди сюда, мой сладкий сахар, либо вот как-то все эти мужчины вместе соберутся в один не очень радостный момент для этой дамы. А где у нас много мужчин может быть? Ну, если не рассматривать вопрос там какого-нибудь насилия в органах власти и спецслужб. Там в основном, да, мужчины. И когда их очень много, вот с властью тут лучше дружить, так сказать. Да, иначе будут проблемы, очень сильные проблемы. Вот почему я вот так вот рассказываю про то, что умный человек никогда не будет показывать свое богатство. Посмотрите на Илона Маска того же, да, ну вот я ничего не хочу про него сказать, у него денег дофига. Он там один из богатейших людей этой планеты. Но, но, у него даже собственного дома нету, да. Он когда-то рассказывал, что нету у него дома. Почему? А потому, что, чтобы у него этот дом не могли отнять. А вот так вот. Ну, кому надо, все равно отнимут даже то, чего у тебя нет. Так, я, по-моему, заболталась. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Какие фазы? А фазы у нас призрак и служба. Ну, насчет службы вы все поняли. И призрак тоже. Это вот как раз вот те люди из спецслужб. Она, наверняка, уже давно была у них на крючке. Очень давно. Просто пришло время вытрясти этот кошелек. А почему пришло время? Ну, я думаю, вы все прекрасно понимаете и без моего комментария. Потому что кому-то захотелось немножечко в войнушку поиграться. Так. И денежки стали заканчиваться. Поэтому надо курочек потрясти немножко. Да. Чтобы свои золотые яйца отдали. А то не из чего ракеты делать. Значит, так. Лучше что-то хорошее построил, нежели ракеты. Ну, ладно, все, я молчу. Погнали дальше. Звездочки. Вознаграждение десяти небесных стволов. Ну, учувихи, благородный человек. И вознаграждение прямо в карте. Что она вот это вот делала вообще? И на крючке у седьмого убийцы сидит. Что она себе думала, я не понимаю. Ну, потому что вознаграждение, конечно, может давать какое-то время сумки Биркин в неопределенном количестве. Да, может. Но до поры до времени, пока не придет тот час, когда придется получать по шапке. Потому что вот благородный это благородный, да, такой ангел-хранитель, жнец, как я его называю. А вознаграждение это весы такие, на которых он раскладывает камешки. Так, беленький камешек. Вот сделала хорошее дело? Молодец, девочка. За вот это хорошее дело будет тебе исполнение твоих желаний, будет тебе еще одна сумка Биркин. Молодец, умница. А вот тут накосячила. Ой, накосячила. Ой, нехорошая. Черный камешек положила. И когда черных камешков становится больше, чем белых, все, пиши, пропала. Будет а-та-та вместо плюшек, а плеушки будет получать. Цветок персика. Цветок персика, естественно, делает девушку привлекательной, обаятельной, интересной. В общем, цветущий и пахнущий, Небесная собака. О, рисковая девица, конечно же, да, лезет на рожон сама. Звезда бедствий. Ну, на свою голову, так сказать. Ошибка и ньян. А вот понимания с мужчинами у нее нет. Нет понимания. Дальше мы видим восемь чуаней и девятку чоу. Разврат. Какой-то разврат. А девятка чоу? Это неспособность устоять перед какими-то соблазнами. Ну, я думаю, седьмой убийца. Ну, в смысле, какой мальчик? Иди сюда, мой сладкий сахар. Да-да-да. Могло быть такое, могло. Ну, тогда все правильно. Она просто реализовывала вот всю ту власть, которая скопилась в ее карте. если она так не делала. Ну, что я хочу сказать? Ну, дура. По-другому. Даже вот не знаю, как выразиться. Так, насчет столпа часа. Ну, дух пищи, дух удовольствия. Столб часа у нас не только за детей отвечает, но и за хобби, увлечение, желание человека. Ну, и старость. Ну, может, на старости лет еще насладиться жизнью. Как знать, как знать. Если доживет, конечно. Так вот, дух удовольствия это про дух удовольствия, про дух пищи, про то, что вот хочу, 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 хочу. Вот оно все хочу до чего доводит. Тут у нас опять же красный рот в виде инского огня, то есть про свои желания она, конечно, может красиво всем рассказывать. Ну, то, что тут инский огонь на свинье, я уже говорила, про самонаказание, тоже сказала, что вот рождение детей и вот эти все ее желания приведут к тому, что она сама себе навредит своему здоровью, навредит своей семье, по большому счету. я бы вообще как бы девушке с ее картой рождения рекомендовала бы ограничиться всего лишь двумя детишками, не надо много слишком рожать, потому что когда человек превышает свои вот эти ресурсы для деторождения, ну, пускай потом пеняет на себя. К хорошему это не приводит, как правило. Давайте посмотрим, а что по фазам? Ну, смерть, зачатие. Ну, с зачатием все ясно, как зачать, так это вот вообще вот прям, но смерть же, смерть здесь стоит. Ну, и бойтесь своих желаний из этого разряда, потому что до Цугундера они вас довести-то могут. Ну, и звездочки такие же самые, как и в столпе дня, поэтому не буду повторяться, может быть, тут у нас что-то еще добавляется, но благородное самовыражение, благородный дня. Еще одна звезда банкротства, и замковый столб. Опа! Замковый столб, друзья мои. Мы в последнее время стали обращать внимание на эти замковые столбы. И тут у нас иньский огонь в открытом небесном стволе сливается с янской водой в скрытых небесных стволах и образует дерево. А дерево у нас здесь ян образуется. А это грабитель богатства для господина дня. С одной стороны, для лианы вроде бы как хорошо иметь рядышком дерево ян, вокруг которого эта лиана, собственно говоря, и будет виться. Но с другой стороны, это же грабитель богатства. А грабитель богатства, он и в Африке грабитель богатства. Насчет грабителя богатства. Давайте так рассуждать. С одной стороны, это столб часа, который отвечает за детей. И дети действительно часто являются грабителями богатства для своих родителей. Детей надо содержать, в них вкладываться, причем иногда немеряно. Очень много требуется ресурсов для этого. К тому же, в течение всей жизни. Еще и наследство им отдавать. Представляете? Ну вот, чем вам не грабители богатства? Я часто замечаю, что дети действительно приходят как грабители богатства, или, допустим, частенечко вижу еще, как седьмой убийца дети приходят. Но не суть. Так вот, если мы смотрим на столб часа не только как на детей, а как на вот эти все желания, вот эти все марафоны ее, то это же грабеж средь бела дня. То есть, она сама могла ограбить людей таким образом, да, потому что грабитель богатства это игра в обе стороны. И ее могут ограбить, и она может кого-то ограбить. А учитывая то, что у нее здесь ранение чиновника, и седьмой убийца, ну, девушка амбициозная, дерзкая, за словом в карман не полезет, и из разряда полюбить так короля, а украсть так миллион, ну, лучше миллиард с половиной. Чего мелочиться, блин? Кроме того, что здесь у нас появляется этот самый дзя, янское дерево, у нас же появляется здесь еще и тигр. Тигр, тигр. А который этот тигр, вообще-то, сталкивается с обезьянной? Получается, что с одной стороны дети разрушают ее карьеру. Ну, то есть рождение детей вредит ее карьере. Ну, то есть запускает определенные сценарии в ее жизни, которые разрушают ее брак и ее карьеру. Ей бы вообще по-хорошему все бросить и тикать, роняя тапки без оглядки. Что она, собственно говоря, и сделала. Ну, не фартанула. Да. Чувиха к успеху шла, ну, не повезло. Правда, у нас вот этот вот тигр, он здесь еще и сливается со свиньей. И, казалось бы, это должно было как-то укрепить, укрепить, укрепить ее брак, ее семью. Но проблема же в чем? В том, что это замковый столб, который может обозначать лишение свободы, как мы уже понимаем с вами. Не всегда, не всегда, поверьте, но иногда, да, может работать именно как лишение свободы. А вот этот вот зя и тигр, это кто? Это начальник, богатый вельможа, какой-нибудь военный или полицейский при погонах, при мундире, требующий к себе особого уважения. А с ее-то ранением чиновника о каком уважении может идти речь? Допрыгалась, допрыгалась, не уважила дяденек в погонах. Ну, вот так вот. Давайте так тудачи оценим. А здесь у нас правильная власть пришла. Когда приходит правильная власть, а женщина уже замужем, это может приводить к разводу, потому что снова захочется замуж выйти за кого-нибудь в очередной раз. Но не всегда, конечно, это именно в таком ключе будет реализовываться. Иногда правильная власть это просто правильная власть. Да, пришла власть с ножичком. Гоп-стоп! Кошелек или жизнь? Кошелек, кошелек. Жизнь оставьте мне. Ну, хорошо, дальше посмотрим. Посидишь, подумаешь над своим поведением. Может, еще там где-то по сусекам поскребешь. Короче, правильная власть она такая, да. Если где-то человек косячил, если где-то нарушил законы, вел себя неправильно, правильная власть призовет к ответственности. Но вы-то посмотрите только, а в чем у нее эта самая правильная власть? А это Ген. А мы знаем с вами, видишь, Ген готовься к неприятностям. А ей надо было готовиться еще с 2015 года. Давно надо было готовиться. Вот. Что будет Ген-Ген? Да-да. Господин-то дня с этим Геном сливается и сливается в металл. То есть Ген побеждает. Власть побеждает. куда тебе с этой властью, собственно говоря, тягаться. Тем более, если власть такая жесткая. Тут вот хоть крути, хоть ливи, но это как газонокосилка для инского элемента дерева. То есть травы по сути своей. Ген у нас на дзы. То есть на крысе. Крыса вообще как бы за детей отвечает. И вот получается, что вот этот вот столб является убийцем детей. Или указывает на детей убийц. О чем это я? Сейчас поясню. Вот в женской карте такой столб может обозначать аборт, например. тем более здесь смотрите фазы какие, болезнь и смерть. Также рождение ребенка может приводить к каким-то либо болезням, либо неприятностям, крупным неприятностям. Но дети это же не обязательно реальные дети. Это могут быть еще и какие-то дети еще в виде неких проектов, которые человек запускает. И это тоже не принесет ей удачи, скажем так. к тому же давайте еще по определенным комбинациям земных ветвей и небесных стволов поговорим. У нас здесь крыса пробивает петуха. Да. А обезьяна, которая есть в карте во вреде с вот этими самыми свиньями еще находится. Вот мы снова с вами видим, что текущий такт удачи вредит ее статусу, ее репутации в обществе. А ее профессиональная деятельность вредит ей самой, ее здоровью, семье и детям. А в небесных стволах мы с вами видим, что пришла правильная власть, господин дня сливается, а у нас здесь есть еще и слияние между ранением чиновника и седьмым убийцей. Там у нас вода образуется, ресурс или тело человека. И эта вода может здесь сталкиваться с огнем, который в столпе часа, но еще и в апреле, когда ее задержали тоже. То есть ее телу приходится не сладко. Но давайте еще оценим звездочки в этом столпе такта удачи. Мы здесь видим благородного тайцы. Это для финансовой удачи, конечно, хорошая звезда, но я замечаю, что она может работать как звезда интуиции. Человек каким-то местом ощущает опасность. Другое дело, как он на это реагирует, потому что вроде бы как вода есть в карте, а вода это ресурс, ресурс это тормоза. Но у нее и самовыражения довольно-таки много. Она хоть и может себя как-то контролировать и сдерживать и дисциплинировать, держать в ежовых рукавицах, но иногда все-таки вот это самовыражение прет из нее. и не всегда она может вовремя остановиться и сделать шаг назад. Так, пришел еще один благородный человек. Так, 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 уже начинает пахнуть жареной курицей. Ну, в смысле, петухом. Так, а что еще? Благородной кухни? Ну, вкусненько покушать деликатесиков и запить шампусиком дорогим желательно. Это, конечно, святое. Святое. Как ее понимать? Читальный зал. Ну, хорошая звезда для получения образования, конечно же, да. И для того, чтобы вести вот эти все марафоны и много бла-бла-бла, это, да, тоже отличненько. Ну, все эти персики, цветки романтики, это, конечно, все прекрасно. Шапут и оков. Вот ей надо было с ее мужем развестись и за нового выйти замуж. Может быть, и не попала под газонокосилку, но как знать, как знать. Все-таки Шапут и оков тоже указывают на лишение свободы. Ну, почему я про новый брак сказала? Потому что Шапут и оков тоже могут обозначать брак. Ну, одни и те же звезды указывают и на брак, и на тюрьму. Я обычно так и шучу, что лучше в брак, чем в тюрячку. Так, небесная радость тут у нас еще появляется, похоронные двери. Прям прекрасно. похоронные двери. В кавычках, конечно же, это очень неблагоприятная звезда и благородной гармонии. Вот замуж ей надо было выйти за какого-нибудь другого мужчинчика. Глядишь, глядишь, как-то оно по-другому у нее могло все повернуться там. Так, ну, давайте год 23 оценим. Косая печать пришла. О-хо-хо, Косая печать. Это серьезный факап с ее стороны, потому что Косая печать это, конечно, преступление. Как правило, это преступления экономические. Это мошенничество. Да. Косая печать это еще нетрадиционные знания. Ну, там, эзотерика всякая, понимаете, да? Психология, психиатрия, там, или еще что-нибудь в этом духе. Ну, что это такое эфемерное, как водяной пар, то, чего нельзя потрогать руками. Оно вроде бы как есть, но его вроде бы как и нету. Ну, что, собственно говоря, женщина и продавала? Воздух. Ну, исполнение желаний. Воздух продавать. Торговала воздухом, по большому счету. Вот вам и Косая печать. Ну, типа, психолог, ну, мошенник, по сути. Косая печать это еще какая-то своя религия, своя какая-то философия. Вот, какие-то свои убеждения. Ну, еще Косая печать это мачеха. Или же, ну, то есть, если бы, допустим, девушка вышла бы замуж за другого мужчину, удочерила бы, усыновила его детей. Ну, может быть, как-то оно действительно иначе бы разыгралась карта в ее судьбе. Но, раз уж этого не произошло, то вот будьте любезны, будете отчуждены от собственных детей, потому что Косая печать действительно обозначает отчуждение от воспитания своих детей. Косая печать здесь сидит на кролике. А, опа, опа, кролик у нас, во-первых, во-первых, сталкивается со столпом года, с петухом, разрушая при этом репутацию и статус. Да. Кроме того, попадает в немилость из-за крысы, которая в столпе. Так-то удач. И в немилость кому? К правильной власти. О, как интересно тут все получается, да? Кроме этого, что еще здесь кролик делает? Со свиньями, и с драконом уходит в дерево. Деревянное наказание. Частенечко наблюдаю деревянное наказание. Вот это деревянное наказание делает господина дня слишком сильным и слишком стало быть заметным. Для кого? Для правильной власти. Для газонокосильщиков. Да. Эх. Вот такой пришел год. красивый по своей сути, да? Но это же анти-дубликат для ее столподня. Не фартануло! Не фартануло. Плюс еще вот этот нецивилизованный разрыв. Смотрите, здесь идет разрыв с мужем из-за правильной власти и с детьми. О, как. А что по фазам? тут служба и рождение. Фазы вроде бы, ну, служба неплохая фаза, но я обычно говорю так, что когда приходят высокие фазы, вы становитесь слишком заметными. А если у вас тут Ген где-то фигачит, или, допустим, седьмой убийца где-то на горизонте, ой, что будет, что будет. Невозможно спрятаться. Вот всех остальных они проигнорируют, а вас да, за шкиборки возьму. Ну, давайте на звездочки тут быстренько глянем. Ну, ша у нас всегда какое-то что-то там неблагоприятное приносит, либо по деньгам, либо по здоровью, либо там еще по каким-то сферам может ударить. Звезда счастья, вот так счастлива она была, я думаю. Наконец-то не надо работать. Да, на полном содержании государства теперечи. Вознаграждение десяти небесных стволов. Два благородных, два вознаграждения. Ну, вы поняли, да, черных камешков видать насобирала мать. Звезда генерала. Ну, звезда генерала, конечно, хорошая звезда, она обычно обозначает инфлюенсера, человека, который имеет влияние на массы. Блогера, да, то есть для блогера у нее, конечно, звездочки классные. Ну, и карта, в общем-то, для блогера неплохая. Ну, звезда генерала еще может вот командиршу обозначать, что вот докомандовалась, так сказать, коллектив какой-то, в котором она главная, да, и вот она отдает приказы. Упал, отжался. Но, может, реально какого-нибудь генерала привести в ее жизнь, который скажет, так, 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 Еленушка прекрасная, иди-ка ты сюда, моя сладкая. Сейчас папа будет тебя любить. Да, вот так оно бывает. Благородный силы небес. Ну, вот свыше с благородными к ней присматривались. Такой девушке нельзя косячить. Она накосячила. Вот коса печать пришла, накосячила. Ой-ой-ой, накосячила. А тут Ген стоит, а тут седьмой убийца в карте. Ух-ух! Пять духов. Ну, пять духов это про какой-то обман, про иллюзии. Ну, она как блогер, продававший, собственно говоря, воздух, да, пустые какие-то обещания. Происполнение желаний. Ну, втирала дичь, другими словами. Так вот, конечно, ей необходим был этот дух обмана. Даже пять духов. Чем больше, тем лучше. Разрушитель. Ну, разрушитель это то, что кролик с петухом водаются. Звезда бедствия. Вот это бедствие, да, прям как стихийное бедствие на нее обрушилось. Благородный дня и благородное счастье. вот так вот. Ну, и месяц давайте быстренько глянем, потому что что-то мы слишком много про нее бла-бла. Апрель. Значит, здесь пришло еще одно ранение чиновника. Ну, вот где-то она что-то выступила против власти. Все говорят, надо идти налево, она пошла направо. Ну, и, да, для нее это хорошо не могло закончиться. Дракон пришел. Дракон вообще сам по себе имеет отношение к тюрьме. Да. С драконом шутки плохи. Не то слово. Еще знаете, о чем хотела сказать? Вот, сейчас я к дракону этому вернусь, просто пока есть мысль, надо ее озвучить. Смотрите, в китайском языке иньское дерево, вот этот самый иероглиф, ну, кроме веревок, еще обозначает ласточку. А кролик, вот этот иероглиф кролика обозначает гнездо. То есть иньский элемент дерева на кролике это как ласточки на гнездо. Можно перевести. А здесь у нас вот эта ласточка с геном сливается. Вот этот вот кролик гнездо и свинья семья ласточка сливается из семейного гнезда. Как вам такая метафора, глядя на эти иероглифы и читая их вот дословно. По-моему очень даже. Очень даже. Так вот про дракона. Дракон у нас еще за астрологию отвечает космос. Да, вот это все. и такой любитель подраться. И тоже может обозначать вот этих вот товарищей при погонах серьезных дядь всевозможных. Да, да, дракон может обозначать этих людей. А здесь у нас ранение чиновника, да, неуважение к таким людям проявленное. Кроме того, дракон у нее это земля деньги. Правильная власть, судя по всему, пришла за деньгами. Ну, я же уже говорила, кошелек или жизнь. Так, шапка пояс. Здесь высокие фазы. В апреле она слишком заметная. Слишком заметная для власти. Так, что у нас здесь по звездам? Небесный чиновник. Хорошо, но это указание на то, что свыше на нее пришла депеша. Надо брать. Что тут думать? Хранилище. Ну, девушка отправилась на хранилище. Ну, вы сами понимаете, что такое хранилище, да? С одной стороны, это может быть сокровищница, какая-нибудь кладовая, может быть кладбище, яма, а может быть тюрьма. Да, хранилище такое. Овечий нож. Ну, овечий нож, это, конечно, хорошая звезда для блогера, но в целом звезда-то плохая, которая может вот серьезно человека ранить. Не обязательно физически, это может быть и психологическая травма, но, да, овечий нож жестокий на самом деле, товарищ. Ну, летящий нож туда же. Исходное созвездие, вот так депрессуха в хранилище, сидит, грустит. Не, ну, она же не сразу в хранилище попала-то, она же, по-моему, сразу была под домашним арестом, но будущие последствия мы уже с вами наблюдаем, да, вот ей бы поскромнее себя вести, но нет. Красный Луань она решила устроить, там какой-то праздник, день рождения, или что она там отмечала, после чего ее уже в СИЗО непосредственно отправили. Ну, вот оно, пожалуйста. Ну, вот ей бы с вот этими энергиями, лучше бы замуж выйти. но она в тюрьму попала. Дух дракона здесь, дух-то хороший, с деньгами связанный, ну, вот как бы да. Из-за грабителя богатства в карте надо было заниматься ей благотворительностью, и хорошо так заниматься благотворительностью, не по мелочи. надо бы, конечно, но если бы така бы. Добродетель дня здесь и сети земли. Ну, дракон, да, включает сети, если к нему присоединяется собака, либо змея. Ну, не знаю, что там за день был, в этом калькуляторе не могу посмотреть дату, ну, и час тоже мог быть змеи, и тогда все, да, вот, тюрячка, пожалуйста, лишение свободы. Скоро у нее такт удачи сменится, в следующем году, в 25-м, придет к ней еще один седьмой убийца. Но, правда, на быке, что может обозначать, что может обозначать золотого быка, то есть у нее появятся снова какие-то амбиции быть миллиардершей. Проблема в том, что бык, это тоже у нее в пустоте, как и предыдущая в такте удачи крыса, то есть пустой такт удачи, еще один пустой такт удачи. Вот вам и пожалуйста. Сможет ли она обогатиться в следующем такте удачи? Ну, это большой-большой вопрос, учитывая то, что она все еще в хранилище будет находиться, потому что бык для нее тоже является хранилище. С одной стороны, да, богатство, сокровища какие-то там наверняка припрятаны у нее, припрятаны, закопаны в землю, наверное. Вот. Но и она сама в хранилище, конечно, да, конечно, да. Тем более, там цветущий балдахин еще. давайте, так, значит, фазы какие? Пенсия и эмбрион, она все еще замена для спецслужбистов всяких разных, которые с перочинным ножичком, кошелек или жизнь. Она, конечно, с юмором ко всему этому делу подходит, но грустненько и грустненько, с сарказм какой-то в ней уже начинает там просыпаться. Эмбрион, фаза еще есть здесь, уже начинают продумывать какие-то новые схематозы, судя по всему. Неугомонная женщина, да, обезьяна в карте, тому свидетельство. Неугомонная. Она не знает, когда нужно вовремя остановиться. Так, ну а по звездам здесь звезда счастья, еще один получатель приходит. Что она опять там начнет мутить самой прям любопытственного. Она даже вот, понимаете, да, неисправима. Так, получатель здесь, благородный правил, ну тут уже придется по правилам играть, да. Тут уже надо как бы соблюдать законы. Ну, хранилище, цветущий балдахин, это вот хата, стопудовая хата. Шар разделения углом туда же, потому что это изоляция от общества. Врата похорон, плохая, конечно, звезда, пять духов, опять обман какой-то, опять схематозы в голове, ну и бойня. Ну, бойня такая тоже неблагоприятная звезда, довольно травмоопасна, потому что в буквальном смысле может обозначить бойню. Ну, в какие-то переделки женщина может попасть. Либо, вот знаете, что может быть? Ну, посидит она, посидит еще какое-то время на хате на этой, да, под присмотром у седьмого убийцы. Потом седьмой убийца скажет так, детка, ну, у нас тут бойня, бабки нужны. А ты так умеешь их зарабатывать, давай придумай еще какой-нибудь схематоз, мы тебя покрышуем. Но все бабки нам. Ну, она может согласиться, а куда ей деваться, по большому счету, слабой женщине. Ну, вот так, вот такая интересная карта, мои друзья. Пишите, как вам? Наверняка найдутся какие-то ярые защитницы. Ну, я как бы ничего такого плохого про нее не говорила, говорила все как есть. Не в обиду. Так что, защищать ее здесь не надо в комментариях. К моему юмору надо отнестись немножко с пониманием и более терпимо. Потому что сейчас вот такой у меня стиль повествования, настроение у меня такое. все, все, что хотела сказать, сказала, на этом буду закругляться. Всем удачи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok